На нескольких участках городских автомобильных дорог с приходом тепла образовались трещины и просадки дорожного полотна. Сейчас в причинах деформации асфальта на улицах Губкина и Муравленка разбирается специальная комиссия, после чего будут даны рекомендации по их устранению. В этом месте на улице Губкина пешеходам приходится обходить большую лужу, а машинам притормаживать. Со сходом снега здесь образовалась просадка дорожного полотна. Деформация хорошо заметна и на проезжей части, и на тротуаре. На этот участок обратили внимание представители управления коммунального заказа. На осмотр пригласили специалиста технодзора, окружной дорожной дирекции и муравленковских общественников. Общая просадка 5 сантиметров. Мы прикладывали трёхметровую рейку дорожную. Прошлым летом на улице Губкина провели капитальный ремонт. Здесь полностью обновили всю дорожную инфраструктуру. Заменили основания, покрытие дороги тротуаров, построили водоотводные лотки, установили бордюры, благоустроили прилегающую территорию. Причём все технологии выполнения работ местным подрядчикам фирмы «Ленар» были соблюдены. Контроль за их проведением и качеством используемых материалов ввели специалисты муниципального управления коммунального заказа и дорожной дирекции. Вот колодцы, колодцы. Здесь у нас сети водоотведения проходят. Аналогичная ситуация на улице Муравленко. Спустя несколько месяцев после проведения масштабных комплексных работ по капитальному ремонту, участок дороги деформировался, и в асфальте образовалась трещина. Ситуация та же. Работы велись по правилам и нормам, а повреждения образовались там, где проходят теплосети. Работы выполняли в соответствии с проектной документацией, которая прошла государственную экспертизу. После схода снега на данных участках автомобильных дорог, в местах прохождения сетей тепловодоснабжения были обнаружены просадки дорожного покрытия. С целью установления истинных причин образования данных просадок мы сегодня как раз и собрали данную комиссию. Причины образования повреждений, говорят специалисты, могут быть разными. Будь то пересечение сетей тепловодоснабжения, наличие грунтовых вод или воздействие климатических факторов. Было принято решение о необходимости привлечения независимой экспертизы для выявления причин, для проверки всей исполнительной документации по устройству сетей и выявления несоответствий всех установленных требований для дальнейшего устранения дефектов. В ближайшее время независимые эксперты проведут обследование поврежденных дорожных участков и установят причины появления дефектов. По результатам экспертного заключения будет составлен план мероприятий по их дальнейшему устранению. Наталья Матюшкина, Антон Иванов, Новости Муравленко.